Организацию красочного финала городского смотра конкурса и выставки по охране труда по традиции взял на себя Центр юных моряков города Бреста. Проведение конкурса приурочили ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. И вот долгожданное награждение, главными героями которого стали не только организации и предприятий города над Богом, показавшие высокие результаты в этой сфере, но и юные авторы творческих работ. Прежде всего воспитание и в семье, и в учреждениях образования, конечно же, это и предмет уроки труда, конечно же, где мы должны тоже начинать с этого, и с детей в принципе закладывать фундамент уже с школьных скамеек, и чтобы дети действительно воспитывались, понимали, приходя на любое производство, организацию, уже принимали ответственность не только за себя, но и за коллег своих. Родительское воспитание, воспитание в семье, оно должно, наверное, быть на первом месте, потому что от этого очень многое зависит. Но с другой стороны, оно взаимосвязано. Если родители сами соблюдают, то есть безопасность, то есть в том числе и на работе, то, наверное, и ребенок уже впитывает вот эту возможность, что надо учиться у родителей. И то есть это, наверное, тоже передается из поколения в поколение. В городском смотре конкурса по охране труда, безопасность и здоровье нового поколения приняли участие больше ста работ. Номинация – фотографии, рисунок и плакат. В двух возрастных категориях юные авторы из Бреста и Брестского района представили свое видение на первый взгляд очень взрослой темы – охраны труда и техники безопасности. Я поговорила с своими родными, на какую, ну, что именно лучше изобразить, но я решила, что рисовать сама. Там просто человеку дают каску и на каске написано «Жизнь». Я хотела показать, что, ну, такая маленькая вещь, как каска, может спасти целую жизнь. Я считаю, что техника безопасности, вне зависимости от профессии, от возраста, это очень важно, как в школе, так и на работе. И соблюдение, а также контроль – это, наверное, самое ценное, что может быть в профессии, ну, одно из самых ценных вещей. За победу в конкурсе юные авторы получили дипломы, различные электронные девайсы и гаджеты, спортивную экипировку. А еще бесценные знания и хороший опыт по технике безопасности и охране труда.